Герл, герл, эсвтайс 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 Я беру несколько каких-то песен или мелодий, не важно И в одном видео это все разбираю Сегодня у нас такой, скажем, пилот, поэтому если вам понравится такой формат, то дайте мне об этом знать Поставьте лайк под это видео и напишите в комментариях Я буду видеть, что да, действительно это работает и почаще буду делать такую штуку И в этом выпуске мы будем разбирать Джастина Биберями Потом It's Corona Time И третье, вы многие просили разобрать, Russian Girl Поэтому, если вас интересует какая-то именно конкретно одна песня, то есть Таймкот, жмякай на него И смотри конкретно, что тебе нужно Естественно, все табы и весь раздачный материал, конечно, уже будут в описании Так что обязательно открывай и учись вместе с ним Ну а перед началом я хочу напомнить, что если ты первый раз на моем канале, то обязательно подпишись на него Потому что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале Чтоб мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнте Тем более, с пепочкой нам будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах Ну а пока, бери инструмент в руки и погнали учиться! Кстати, эту мелодию сейчас мы будем играть по табам Поэтому, если кто еще до сих пор не знает, что такое табы и как их читать То у меня есть целое видео, обязательно посмотри Сейчас мы с вами разберем мемную песню про коронавирус из ТикТока Это такой disclaimer, внимание, attention Поэтому, пожалуйста, не паникуйте так сильно, просто чаще мойте руки И если вы заболели, сидите дома Все, а мы учим песню Но для начала так она выглядит Вся мелодия состоит из четырех тактов Поэтому ничего сложного нет В медленном темпе показываю Теперь первые два такта Дальше Теперь все вместе в медленном темпе Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас мы с вами разберем Russian Girl Берем именно припев, потому что, блядь, никто не знает, знает только припев Поем с именно русским акцентом английские слова Сейчас я продемонстрирую, я в этом ас Вся песня строится на четырех аккордах Сначала давайте их разберем Первый аккорд у нас аккорд АМ Зажимаем четвертую струну на втором ладу Далее идет аккорд ДМ Мы к этой конструкции добавляем вторую струну на первом ладу А третью струну на втором ладу Третий аккорд, аккорд Е7 Зажимаем четвертую струну на первом ладу А третью и первую струну на втором ладу Последний аккорд, аккорд Ф Мы зажимаем вторую струну на первом ладу А четвертую струну на втором ладу Все эти аккорды вместе АМ ДМ Е7 Ф Сейчас при тем, как разбирать рисунок боя Обязательно откройте раздачный материал в описании Чтобы вам было сейчас все понятно Потом не писали, что-то ничего не понятно, ничего не объяснила Сейчас мы с вами разберем рисунок правой руки Мы с вами будем играть умца Где ум, это у нас будет четвертая струна А ца, третья, вторая и первая струна вместе И получается умца, умца С аккордами Он используется на все эти четыре строчки Единственное, где это на какой-то аккорд играют два раза На какой-то аккорд играют один раз Поэтому сейчас я написала в скобочках На какой аккорд, что, сколько раз играть Теперь погнали это все соединять Первые две строчки Теперь видим, что на аккорд А мы играем по два раза И на последний аккорд Ф мы тоже играем по два раза этот рисунок То есть умца, умца Теперь сейчас соединим Супер, дальше Затем на ДМ мы играем два раза На аккорд Ф играем один раз И получается И четвертая строчка То есть на ДМ и Е7 уже играем по два раза А на аккорд последний А мы просто делаем трубку вниз Теперь все соединяем Разбор на укуляля Или начало, как же она играется И чтобы сыграть эту мелодию Нам нужно выучить прием слайд Что это такое? В табах он пишется вот такой вот линией, которая наклонена В нашем случае сделать надо слайд от третьего лада к пятому Как его делать? Мы не играем отдельно третий лад и пятый лад Мы играем следующим образом Когда от третьего лада мы скользим к пятому И получается То есть один у нас удар И мы скользим этим пальцем Очень важно, когда мы делаем этот прием Попасть точно в лад То есть когда мы попадем между, допустим, пятым и шестым Или ближе к шестому Там получится грязь То есть у нас вообще он звучать не будет даже Поэтому очень важно Именно попадать в середину нужного лада Вся мелодия состоит из восьми тактов Многие из которых повторяются Но обо всем по порядку Погнали! Мы начинаем играть как раз с этого слайда От третьего к пятому И потом играем на первой струне Третий лад два раза И пятый лад на первой струне Получается Далее опять играем слайд И на второй струне также два раза третий лад Потом первый Этот кусочек повторяем два раза Четвертый такт играем тоже самое Единственное, потом мы играем не на первом ладу А на пятом И получается Еще раз Соединим эти четыре такта Далее во второй части мы уже играем То же самое начало Только без слайда Получается у нас отдельные звуки На сравнении Первую часть мы играли так А во второй части Далее второй и третий такт То же самое, как и в первой части А концовка у нас уже другая Получается Теперь все вместе в медленном темпе Субтитры делал DimaTorzok Если тебе понравился такой формат То напиши в комментариях, что дальше разобрать И в принципе, как тебе такое И не забудь поделиться этим видео со своими друзьями Которые любят сидеть в ТикТоке Почему бы вам не выучить какую-то из этих песен И снять себе ТикТок Ну а меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok